Приветствую вас. Мне кажется, что нужно довольно четко постараться разграничить те моменты, где, как мне кажется, вы больше морализаторствуете, где вы больше говорите о определенных догмах, об определенных моральных каких-то вещах, да, потому что здесь, в принципе, каждый человек сам, я думаю, принимает решение. Вот, я думаю, что здесь каждый человек сам вполне способен сделать для себя выбор, вот. Поэтому, как бы, что называть приемлемым, а что неприемлемым, да, это вопрос очень индивидуальный, очень интимный. У меня лично сложилось такое впечатление, что вам, как будто бы, нужно наше разрешение. Вот какое впечатление у меня сложилось. То есть, вот такое ощущение, что вам нужно наше разрешение на то, чтобы что-то сделать. Я не думаю, что это, вообще говоря, хорошо. Потому что это говорит только о том, что у вас есть определенные запреты, у вас есть определенные ограничения, вот, которые проистекают не из-за ваших собственных ценностей, как могло бы быть, а из-за определенных установок, догм, догм и прочим. И вот здесь есть проблема. Поэтому я бы предложил вам обратить внимание, в первую очередь, именно на это, на то, что, на то, откуда у вас возникают эти самые запреты, вот. И проработать с уверенностью в себе, вот. Может быть, несколько с потребностной сферой, сферой ваших желаний, вот, чтобы вы лучше понимали, чего вы хотите. А дальше уже, я думаю, в принципе, вы смогли бы сами для себя определить, в каком направлении вам хотелось бы двигаться. Это первое, это первое, это первое. Также, то, что касается сферы потребностей, можно отнести и к вашему экзистенциальному поиску, вот. И к вашей тревожности относительно того, что вы, вот, боитесь будущего и так далее, вот. Вообще, в целом, мне кажется, что, ну, вот, ваша неуверенность в себе, она довольно серьезно оказывает на вас воздействие, довольно серьезно оказывает на вас влияние. Вот, а мне кажется, что в основе такого поведения вашего лежит желание, чтобы вас заметили, чтобы вас как-то оценили. Мне кажется, что, вот, вам хочется, чтобы, ну, хочется осуществить себя в нашем, я бы, я бы так, наверное, наверное, сказал бы здесь. Вот, 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 такой же здесь момент. Давайте, прочитаем ваш текст, ну, прочитаем ваш вопрос. Да, что касается разврата, еще очень важный момент. Вот, вы его так боитесь, да, боитесь, но в психологии это понимается совсем не так, как, понимаете, это вы. В психологии. В психологии это понимается больше, как насилие. То есть, то, что является развратом, это насилие. Именно насилие, когда человек не хочет чего-то, да, вот, но делает это. Когда человек, э-э, не получает удовольствия, э-э, ну, от каких-то, э-э, моментов. Ну, страна продолжает это делать, вот это, вот это, разврат с точки зрения психологии. Если вы хотите попробовать, э-э, значит, э-э, воплотить, э-э, какие-то, э-э, свои фантазии, вот, э-э, то, э-э, если вам хочется попробовать. Я не вижу в этом ничего плохого. Э-э, если вы хотите именно этого, а не чего-то другого. Вот. В противном, э-э, случае, в противном случае, вы просто останетесь неудовлетворёнными. И будете чувствовать, скорее, разочарование. Э-э, почему так важно, э-э, именно, быть в контакте со своей потребностной сферой. Чтобы понимать, чего вы хотите, а не, э-э, придумывать себе. То есть, например, вот, мужчина, да, э-э, хочет, э-э, значит, попробовать, э-э, втроём. И, э-э, в чем разница? Вот, э-э, ну, в смысле, э-э, какие могут быть здесь тонкости? Э-э, тонкости может быть, э-э, в том, что мужчина действительно, э-э, хочет, э-э, хочет, э-э, значит, э-э, попробовать это ему интересно. А, может быть, может быть, э-э, мужчина хочет чего-то другого, чего-то другого. Например, он хочет самоотрудиться. Да? Он хочет самоотрудиться, он хочет, э-э, что-то доказать и так далее. Вот. А-а-а, в самом, э-э, по себе этом моменте, моменте, также ничего плохого нет. Но, совершенно очевидно, что через интимную сферу что-то не доказываешь. Поэтому, это, заранее обречено на провал, в подобной позиции. То есть, да, то же самое и здесь. Вы хотите что-то, попробуйте, вы, э-э, чего-то хотите. В первом направлении разобраться, от того ли вы хотите. Вот. А для этого нужно работать с вашими чувствами, которые вы склонны блокировать. Вот. В том числе, потому что у вас, вот, в себе очень долго что-то запрещало, как вы говорите. Вот. Вот. Только здесь в том, что, как правило, э-э, после запрета, то есть, ну вот, когда запрет, э-э, ну, оказывается снят, э-э, и, к сожалению, далеко не всегда компенсация идёт на пользу. Вот. Потому что, ну, человек думает, что он компенсирует, человек думает, что он, э-э, там, просто реализует, э-э, свою потребность, какую-то, да, например. А по факту получается, что там же не столько про потребность, да, сколько, ну, например, про обиду, допустим. То есть, это именно вот то, что касается обиды. То есть, человек обижается, э-э, грубо говоря, на тех, кто ему запрещал, да, и вот из-за этой обиды, значит, компенсирует, компенсирует, вот, э-э, свою потребность. Что я думаю? Э-э-э, это дело не в том, чтобы наплодить, э-э, себе новых, э-э, забредов, да. Это дело не в том, что, например, я пытался, э-э, вам, э-э, вот, какие-то, э-э, новые, новые забреды придумать, ну, вот. А дело в том, что вы подменяете понятия, да, подменяете понятия. Вот вы говорите, что вы себе запрещали интересную жизнь, вот. Э-э, отдельным моментом идёт то, почему вы это делали, вот. Но, э-э, важно также и то, что думая о, э-э, разгрыше, вы поступаете так же. То есть, получается, что внутренний изобрет никуда не делся. Вот. Но важно также и видеть, видеть следующее, что, э-э, разрешением, одним, вы ничего не добьётесь. Потому что вы себе, э-э, интимной жизнью-то жить разрешили, а забред всё равно есть. Понимаете? Вот поэтому здесь идет борьба, непринятие чего-то, э-э, отпрыгание каких-то своих чувств. Вот. Поэтому это нужно очень внимательно и, э-э, потрёбно рассматривать, чтобы понять, в чём здесь конфликт, э-э, в чём здесь проблема. Э-э-э, ваша. Дальше. Значит, так. Э-э, не так давно начала жить интимной жизнью, всё провезло не по любви, больше из интересов с парнем, который был мне относительно интересен. Э-э, секс был приятным, но долго это продолжать не хочу, не интересно. Э-э, смотрите. Э-э, не хочу и не интересно всё-таки разно. Немного. То есть, э-э, одно дело, если вы не хотите, и другое дело, если это неинтересно. То есть, я повторюсь, это разные вещи. От всех интересов и не хочу. Поэтому давайте вот, э-э, по возможности, э-э, тоже постараемся это дифференцировать. Вот. Ну, по возможности. Постараемся. 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 Постараемся это дифференцировать. Так. Э-э. Недавно парень предложил, значит, секс в троём. Знаный парень, две девушки. Я, значит, хотела отказаться. Почему? У меня есть сомнения. Может быть, попробовать. Для чего? Вот. Понимаете? Да. То есть, как бы, вы не очень понимаете, почему вы хотите открываться. И не очень понимаете, э-э, почему вы хотите попробовать. Хотя, по сути, ничего плохого не происходит. Кто-то на вашем месте совершенно однозначно сказал бы, что нет, нет, мне это не подходит, это не для меня, я так не могу. А у вас совсем другая реакция. Тем более, что вы говорите про свои фантазии, значит, все в порядке. Здесь. Вот. Но, тем не менее, вы сразу хотели отказаться. Вот. Я думаю, что то, что вы описываете, вполне можно назвать догматическим мышлением. То есть, вот мне сделали предложение, я его тут же, тут же, посчитал, посчитал непристойным, вот, и отказываюсь, отказываюсь просто автоматически. Вот. Просто автоматически отказываюсь. Вот. Вся моё отношение к этому, оно несколько другое. Вот. Но оно же меня, может быть, и страшит в том числе. У меня мотив такой, что взять в жизни по максимуму, это супер, это правильно. Вопрос, опять же, только в том, на мой взгляд, вопрос в том, заметите ли вы, когда вам захочется браться от жизни, немножко другое, не то, что хочется сейчас. А можете ли вы заметить, чего вам сейчас хочется от жизни брать? Потому что у меня, например, такое впечатление создаётся, что вы словно бы протестуете. Вот я бы, я бы так это озвучил, как будто бы вы протестуете. Как будто бы это не столько желание взять по максимуму, сколько именно желание вот как-то вот догадать себе что-то. Ну, опять же, если был действительно запрет в течение долгого времени, то, конечно, ничего удивительного в том, что у вас идёт такая модель, поведения нет, естественно, она будет, она будет именно такой, именно такая будет модель у вас, ничего удивительного нет, в этом нет, абсолютно. Дальше. Дальше. У меня были фантазии о девушке, что вы, ну, супер, это отлично. Не знаю, тётка, хочу ли я изданных, здрасте, что с ней понравится, я сам рад, но потом не могу заниматься нормальным таком, исполняю себе психику. А вот здесь у вас стогматичное мышление. Во-первых, заврат, а я об этом уже говорил. Во-вторых, почему вы решили, что не сможете заниматься нормальным сексом? Почему вы решили, что секс вообще может быть нормальным? Вот. И может быть ненормальным? Вот. То есть, видите, у вас здесь довольно много догм. Вот то, о чём я говорил. Как классно. Да, как бы. То есть, вы вроде бы себе разрешили, вроде бы, но в то же время, вот по-преднему, во власти этого находят. Ну и как это связано с психикой, не очень понятно. Ничем не опасен и никаких последствий такого секса нет, кроме классических последствий незащищённого секса. Ну или, если не проверенный партнёр. Я могу отказаться в процессе, если что-то будет мне... Если что-то мне понравится, вводи не так. Да, конечно, можете. Мне просто хочется ранить рез и получить такого опыта. Всё нормально? Нет чёткого понимания, что хочу или я не хочу. С этим нужно работать. Если я точно не хотел, я бы отказался, а я сомневался. Знаете, хотите? Вопрос в том, чего? Чего? Так. Ну, у меня ощущение, что вы, парни, пытаетесь обесценивать, как будто. Так. Искать уже на отношения мужчины, что вы имеете в виду, не очень понятно. Я боюсь, что я не смогу быть нормальным. Ну, тут я повторюсь, это догматичное мышление. Вот с этим и нужно работать над ним. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. и пока не ввык меня, что оно важен.